И вот то, что до этого времени в Жуковском не было этих происшествий, это просто чудо, понимаете? Чудо почему? Потому что орнитологическое обеспечение на должном уровне отсутствовало. В чем отличается Жуковский от всех остальных аэропортов нашей страны? Отличается тем, что нет соколиной службы. То есть, это давно уже установлено, это прописная истина, есть сто лет в обед, понимаете? То есть, вот эти хлопки, вот эти химические вещества, вот эти попытки установить пугало, установить чучело, установить мертвых животных головой вниз, которые якобы отпугивают, дают временный эффект. Через некоторое время это не работает. Что работает безотказно абсолютно? Почему вот звучала тема 15 километров, то есть, зона 15 километров в радиусе. За эти 15 километров самолет должен выйти на ту высоту, где птица не летает. То есть, чайка это 2 километра. То есть, он должен выскочить на высоту выше 2 километров и все, спокойно полетел, понимаете? Поэтому вот эту безопасность на сегодняшний день, как бы это дико не звучало, да? Вот мы сейчас, там, многие вегетарианцы мясо не едим, животных мы любим, но работает безотказно. В основной массе стран, там, допустим, если мы возьмем Барселону, 10 сокольников, 45 хищных птиц. 13 человек, служба сокольников в аэропорту Пулково. То есть, что такое сокол? Ну, там не обязательно сокол, соколиный, да? Их несколько разновидностей. Они в определенное время их выпускают, и наличие того, что они там живут, создают этот эффект, что туда ни одна птица не залетает. Эти сокола сжирают не только птиц, но и мелких животных. Если попадается кошка или заяц, он его сжирает. Если попадается собака, сокол в состоянии сожрать его, понимаете? То есть, поймать и убить. Но здесь не в этом живодерском плане, понимаете? А в плане того, что вот этот ареал того, что они там живут, и они там периодически летают, создает ощущение ужаса и кошмара, и туда никто не залетает, в эту территорию. Поэтому вот ничего человечество лучше не изобрело то, чего в Жуковском нет. А почему нет в Жуковском? Знаете, как говорят американцы, о чем бы ни говорили, деньги основное. Речь всегда идет о деньгах. То есть, у нас сегодня в мире номер один по развитию вот этих соколов для защиты аэропортов, это Саудовская Аравия. Сколько стоит один сокол? Не меньше миллиона долларов, понимаете? Какое дорогое удовольствие. То есть, надлежащим образом обученный, чтобы он сам самолет не залетел и не улетел непонятно куда, понимаете? Охотиться или жить там на свободе. Поэтому это дорогое удовольствие. Сокол на сегодняшний день, это панацея во всем мире. Поэтому все остальное работает до поры до времени.